В создании музея трудовой славы ЮРПСО участвовали все сотрудники службы. Экспонаты собирались на протяжении пяти лет. Это снаряжение спасателей, их форма, уникальные документы, награды и сотни фотографий с различных мест происшествий. Практически в каждом участвовал Максим Дзаганя. В службе он работает уже 26 лет, и ему тоже было чем поделиться с музеем. Когда-то там крючки использовались, сюда принес приборы кое-какие небольшие. Есть какие-то, так скажем, артефакты поднятые с грунта при работах, просто чтобы люди могли посмотреть, что осталось после катастрофы. Скальные крючки, шевелерал, компас, очки горные. Всегда, когда какая-то работа, очень, так скажем, технически сложная, всегда что-то запоминается, остается в душе. Особенно, когда вытаскиваешь человека живого, даришь ему жизнь. Это все остается в памятнике. Центральное место занимает одно из первых средств передвижения спасателей Днепр. Его привезли из Краснодара. Этим мотоциклом управлял первый руководитель Южного регионального поисково-спасательного отряда. В общем, в двух небольших залах собраны артефакты, по которым можно узнать все об истории местного подразделения МЧС. Дело спасения зародилось гораздо раньше, чем образование самого чрезвычайного министерства, потому что еще в 50-60-х годах прошлого века уже на общественных началах начали образовываться контрольно-спасательные отряды, контрольно-спасательные службы. Наш музей открыт для посещения. Единственное, для того, чтобы в него попасть, желательно это делать организованными группами. Например, это могут быть школьники, студенты, либо дошкольные учреждения. Просто необходимо написать нам официальное письмо. Спасательный отряд с заявкой, с указанием времени, даты желаемого посещения. И, конечно же, мы будем рады всех встретить. Название службы изменилось, и подразделения сейчас находятся во всех уголках нашей страны. Но главное, что осталось и всегда будет неизменным – это спасатели, которые не представляют свою жизнь без экстрима и всегда готовы прийти на помощь к тем, кто попал в беду. Вы совершили сотни выездов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Первыми оказались там, где трудно и где сложно. И не только в Сочи. Бывало и в другие регионы, куда необходимо было выезжать. Мы с вами замечательно провели все событийные мероприятия – Олимпиаду, чемпионат мира по футболу, гонки Формулы-1. И можно этот перечень перечислять. Наша безопасность, я уверенно могу сказать, в надёжных руках. Глава города поздравил сотрудников ЮРПСО с профессиональным праздником и наступающим Новым годом, а также вручил самым лучшим благодарственные письма и нагрудные знаки почёта.